В региональном Минсельхозе с осторожностью говорят, что чудом избежали настоящие беды. Вспышка бруцеллеза, разразившаяся в одном из животноводческих комплексов в Наровчатском районе, ликвидирована. В конце октября при плановом ветеринарном обследовании обнаружились инфицированные животные. Дальнейшая проверка показала, что почти треть из 3834 коров заражена. Было выявлено 880 голов однозначно заболевших и 230 голов, результат анализов которых показались сомнительные. Предприятие закрыли на карантин. Чтобы быстрее справиться с заразой, производитель решил отправить всех животных на убой и провести полную санацию коровника площадью 50 тысяч квадратных метров. Работа животноводческого комплекса приостановилась. Молоко незамедлительно его реализация была прекращена. То есть с конца октября молоко с этой фермы не попадает на прилавки наших магазинов. Бруцеллез способен передаваться человеку, но принятые меры позволили не дать инфекции распространиться за пределы комплекса. Анализы, взятые в подсобных хозяйствах села Потодеево, оказались отрицательными. Но среди работников предприятия нашлись зараженные. Выявлено 18 человек было, которые были с подозрением на бруцеллез. Из этих 18 человек один сейчас уже выписан, остальные находятся на обследовании. Всем им предприятие возместило затраты на лечение, а также выплатило дополнительные средства к больничным. Кроме того, сейчас, пока комплекс стоит без работы, его сотрудники, которые помогают в очистке и дезинфекции помещения, получают зарплату на прежнем уровне. В ближайшее время ферму планируют перезапустить и уже к концу следующего года выйти на достигнутые ранее показатели производства.